Не написано, что человек, пророк, местная венец, если слышащий, который будет говорить слова, отличающие от закона Торы, считается уже пророком и должен быть уничтожен. Так что такие вот орехи. Дальше следующий вопрос отсюда. Ну, есть тоже целый ряд вопросов. Я отвечу один вопрос, потому что, ну, чтобы успеть хоть большинство, чтобы хоть справедливо было, довольно много будет идти. Кто расшифровал руническую письменность? Ну, во-первых, ее никогда не расшифровали, потому что ее никто не забывали. Вы, если вы имеете в виду, кто сделал перевод на современный язык, так сказать, славянский веды, который Хиневич издал. Я не знаю имя, такое земное имя этого человека, потому что Хиневич участвовал как посредник для того, чтобы, так сказать, мне называли, но забыл это имя. Но переводил руническое письмо на современный язык другой человек, который реальный человек. И, во-первых, не расшифровал. Расшифровать только можно то, что было забыто, никто не знал. Оно никогда не забыл. Просто до сих пор существует подполье волхвы, которые свободно владеют руническим письмом. Только волхвы-хранители, библиотекари, другими словами. Но вот, к сожалению, библиотекарь уже немножко тоже перекос пошел, паразитическое влияние происходит на них. Потому что сейчас пришло время, когда действительно нужно действовать. И по всем познаниям, ночь сфор закончилась, сейчас рассвет, и действительно нужно действовать. И если есть какие-то знания, нужно действительно делать достояние гласностей, как они сделали несколько книжек уже, и чтобы это стало достоянию людей, чтобы они поняли степень лжи, которая их окружает. И чтобы проснулись как можно быстрее. Но они по-прежнему сидят и, знаете, с перископа смотрят, а что происходит. Стоит высовываться или не стоит высовываться? Извините. Они могут так просеять дальше, и что? Если сейчас что-то не сделать, извините, уже план Киссингер, который срывается в выполнении. Вы знаете, план Киссингер тоже странным образом заканчивается в 95-м году. Уже мы закончили. Знаете об этом? Нет? Нет. Сообщаем. Уже не получился по некоторым причинам. Так вот, извините, есть право этим сидеть, ничего не делать. Вот Светлана как раз хорошо описывает в главах метеории, которые посвящены и северу, показывает действительно правильно, как вот сели и сидят, люди не готовы. А извините, как люди будут готовы, если их не подготовить? Само по себе ничего не происходит. Никто не проснется в один день, бум, открыл глаза, и все понятно, все ясно, все замечательно, прекрасно, все понимаю, все разбираюсь и так далее. Такого не может быть в принципе. Особенно если с детства человека зомбируют, превращают в биоробота, навязывая совершенно ложные представления стандарта, и он уже ничего не может пробиться, даже что-то ложь не может. Как люди будут готовы? Каким образом люди станут готовы? Когда? Пока паразитическая система будет навязывать, даже вот сейчас ночь свороха закончилась, пока рождающие детей с 95-го года, опять-таки случайно, конечно, ничего случайного не бывает, дети сущности входят без кармы, то есть без блокировок, наработанных в течение предыдущих воплощений, дети рождаются, но если не дать им правильное образование, воспитание, мировоззрение, то это заблокируется так же, как и все было раньше. Поэтому уже действовать сейчас, и уже другого в следующий раз не будет, потому что если сейчас не остановить, будет действительно гибель всей цивилизации. Так что, такие вот орехи. Следующий вопрос. Отсюда теперь. Сейчас давайте, те женщины, которые пытались, просили мне помочь с последствиями абортов, просто настроиться, сейчас немножко помогу. Конечно, кому-то поможет в большей степени, кому-то в меньшей степени, в зависимости от повреждений и последствий от этого, но тем не менее, все равно будет лучше. Так что, пожалуйста, присядьте, женщины. Кто желает, кому нужно, кому не нужно, это не обязательно. Так. Ну вот. А теперь все желающие, так сказать, кто просил там блокировок и так далее, снятие блокировок, а опять же, желающие, только кто хочет, чтобы их освободили в блокировке. Просьба, так сказать, тоже сейчас настроиться, сейчас сниму с тех, кто хочет освободиться от блокировок. Тоже, кто не хочет, просто не настраивайтесь. Никто вас насильно ничего не будет избавлять, не добавлять тем более. Готовы? Давайте сейчас с этим займемся. Ну вот, тоже, видите, не больно, и даже не больно. Так, значит, теперь, вроде все, вроде всю программу выполнили сегодня. Еще раз всех благодарю. Всего доброго, надеюсь, и снова побольше вам за счетами. Счастливо. Спасибо. Продолжение следует...